Чуть ли не икона русской доты. Ой, спорно, спорно. Ну что может Травоман? Ну, в ответ видосик записать. Изи просто как будто свой канал описывает. Сегодня я разберу конфликт Дахака и Травомана. И я хотел бы сказать... Это первая такая попытка через стрим это сделать. Потому что я буду смотреть видосики. Я посмотрю видосы самого Травомана. Посмотрю видос Изи25. Это удобно делать на стриме. Так что это такой полуреакт, будет полуобзор конфликта. С моим мнением. Значит, первое, с чего вообще все началось. Вот написал Дахак. Такой твит. Уважаемые участники ММР пабликов. Прошу добавить игрока с никоун Травоман в додж лист. Чтобы он не мог найти игру. И не смог больше паразитировать за счет медийных личностей. Да, это негативный пост. Но здесь нет никаких призывов его что-то с ним делать и так далее. НС пишет. Вот, юз из корешок на Текисе. Кекал с него на котле. Катался мой друг на пудже. Тоже кекал. Кому он что портит хз? Хочешь ты играет. Текис герой говна. Это понятно. Но это к Вальф вопрос. Сейчас нам интересно, что ответил сам Дахак. Значит, я не фанат Текиса как героя. Но моя претензия к личности, а не к герою. Запомните этот момент. Он не именно к пику Текиса выражает негатив. А именно к самому Травоману. Давайте сразу глянем, что об этом думает Травоман. Первый его видос. Я сейчас смотрю вот эти ролики Травомана. И я посмотрю еще ролик из E25. Я на это все спросил у них разрешение. Поэтому просто так смотреть чужие ролики на Ютубе, на Твиче не нужно этого делать. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, это против правил и Твича, и Ютуба. Да как считает, я неоднократно говорил об этом на своих трансляциях, что я специально пытаюсь именно снайпить, попасться против него, против других людей, чтобы сделать на этом контент. Как я выиграл мид против нового мидера Na'Vi? Ни один из них, ни OG, ни мидер Na'Vi, никто не стримил. То есть это люди, которые случайно попались мне в паблике. Получается, специально ловить и снайпить кого-то мне вообще не нужно. Я просто играю в свои игры и рассказываю о том, что в них происходит. Ну, с его точки зрения, вот он вам рассказал, как бы, как на самом деле, я не знаю. Снайпит, не снайпит, тут как ты проверишь. Дахак в этой ситуации хайпится на моём имени, а не наоборот. Вот так интересно. Как бы обвинение в том, что кто-то на ком-то хайпится, это такое себе. Ну, хайпится и хайпится. И чего? Тут можно сказать взаимный пиар друг друга. Ну, чёрный пиар, конечно. Я сейчас, как бы, да, получается, хайплюсь и на Дахаке, и на Травомане. И вообще все, кто об этом делают ролик, они на этой теме хайпятся. Так а что, это минус разве? То есть, ну, просто, как бы, у меня канал, допустим, про всякие новости, доты, про скандалы. Это очевидно, по-моему, что, ну, должен быть такой ролик на моём канале. Тут ничего такого нет. То есть, то, что Дахак выразил недовольство Травоманам, как бы, ну, он на это имеет право. У него действительно хайпатес аккаунтов несколько, и у него действительно хайп скилл, да? То есть, если ему что-то не нравится, ну, он может выражать своё мнение спокойно. Но точно так же и Травоман может говорить, типа, гуляй лесом, играю как хочу. Это как, если бы, не знаю, мне бойкот объявили, да, очередной. Это, ну, и что теперь? Потому что я не нравлюсь кому-то, допустим, да? Потому что я что-то не так сказал, там, не знаю, условно, о Вилате, да? Я делаю какой-то видос, вот был недавно видос у меня, да? На ютубчике вот тут где-нибудь подсказочка вам всплывёт. И я там, значит, про Вилата, может, что-то не так сказал. И Вилат мне завтра даёт бойкот. Но это же то же самое примерно выходит. Так же и Дахак, типа, ну, он призывает бойкотировать, грубо говоря, Травомана. По-моему, это обычное дело в киберспорте. Как бы я и Дахака не осуждаю за то, что он написал, в этом ничего такого не было. Но и, как бы, реакция Травомана, ну, вполне он, по-моему, он во всех конфликтах примерно так. Ну, он, как бы, гиперполизирует немножко, да, он преувеличивает. После этого выходит видос изи-25. Вот тут у меня будут такие смешанные чувства. Здесь хочу сразу предупредить, что в идеале я бы мог сказать, что обе стороны одновременно виноваты и не виноваты. То есть принять нейтральную позицию. Но я так делать не буду, а лучше останусь с собой и выскажу свою точку зрения. СНГ-комьюнити занимает первое место по количеству ЧСВшных и токсичных проигроков на душу населения. Это на основе чьей информации? Просто, ну, я, как бы, регулярно Reddit читаю. И там, допустим, в азиатских этих пабах, там все горят на то ли малазийцев, то ли на кого. Ну, то есть, типа, там горят на своих, типа, СНГ-шных токсичных чуваков. В Америке горят то ли на бразильцев, то ли там, ну, на кого-то, короче, на какую-то, типа, из Южной Америки. Я, кстати, ни к чему не призываю, это никакой не хейт. Они есть, в общем-то, везде, и я думаю, примерно их везде одинаково. Единственное, я же говорю, что у нас есть тот же, допустим, там, Папич, ну, или там, Вилат в ранние годы, которые немножко это поднимают. Почти любой проигрок на публике и в игре ведет себя по-разному. Взять, например, FN и ZWP Prodigy. Ему 26 лет. Нет, так это правда, блин, даже я себя на видосах веду и в жизни немножко по-разному. Это очевидно. Прикинь, ты FN, ты приходишь на интервью, ты знаешь, ну, Мейнкаста, тебя посмотрит 100 тысяч людей. Ты очевидно, что не будешь, типа, вестись, а так же, как если пошел пивка попить с друзьями. Он играет в про-команде и после очередной смерти от Минера он пишет в чат, что у Травомана сдохнет мать и что он свинпараши. Вот такого делать не стоит, как бы. Это прям, ну, это переход к грани. В моем понимании, вот именно то, что он сейчас показал, да, это прям, не, я такое обсуждаю. Так, блин, давайте вот соло возьмем, да, это там легенда. То есть, что на всех интервью он, в принципе, суперадекватно, нормально отвечает. Он и порофлить может и все. При этом это же не означает, что он прям точно так же себя ведет в реальности. То есть, он может где-то там и поссориться с кем-то. Он может тоже 3-2-2 вот чувак в чате написал. В принципе, да. То есть, соло всегда был адекватным, потом хоба, 3-2-2, да. Ну, то есть, он тоже человек. Это не значит, что в интервью он себя будет так же вести. Таких примеров в Доте довольно много, особенно в регионе СНГ. Да, блин, тогда все люди лицемеры. Ну, кто на камеру, типа, появляется. А я считаю, что если игроков так просто вывести на эмоции, то это их проблема. И да, и нет. Во-первых, Дота сама по себе такая игра, да, вот, она на нервишке действует. Смотря что ты делаешь. То есть, если ты в целом играешь нормально, ну, с своей точки зрения, вроде адекватно играешь, а чел на тебя сгорает, потому что с его точки зрения, ты, типа, ты фигню какую-то делаешь, руинишь и так далее, то это реально его проблема. Но если ты, допустим, специально руинишь, если ты триггеришь этого чела, ну, то есть, ты его выводишь на то, чтобы он сгорел, ну, у провокатора тут больше вины. Травоман-то не провоцирует. Он играет на течесе, это все знают. Это его обычное поведение. Поэтому, конкретно в случае с травоманом, да, я считаю, те, кто на него сгорают, это больше все-таки их вины. Течес от Зайца, Бруда от Койко и Матумбомена, а на Мипе часто играет Виха. И все эти игры заканчиваются без каких-либо скандалов и послематчевых твиттеров. Нельзя в этом плане сравнивать паб и проигру. В проигре там, там, понятно, у всех серьезные отношения, у тебя все играют на команду. То есть, командный течес и течес в пабе, это два разных течеса. И игра, соответственно, совершенно другая. Лучше не переводить стрелки на других, а ругать в первую очередь себя. Он придерживается этой схемы и по сей день, поэтому мы не видим его тильта, а скорее... Как? Лучше-то, наверное, оно лучше, но не все могут с этим справиться. Но он Себа, вспомните, из OG, двукратный чемпион мира, а сгорел на русских тиммейтах так, что... Чего нельзя сказать о Дахаке, который за всю свою карьеру не выигрывал ни одного нормального турнира. Но при этом он позиционирует свое мнение как единственное правильное, общаясь с некоторыми тиммейтами, как с отсталыми людьми. Нет, секунду. Ну а почему такие жесткие выводы? Но он с Гамбитами почти попал на Инт. Они были максимально близко к попаданию на Инт. То есть, ну, на Проценен все-таки поиграл, это во-первых. Во-вторых, он же не позиционирует свое мнение как единственно верное. Ну как, Дахак, да. Он, ну, такой, бывает, с ЧСВ говорит, но с другой стороны, у Челла два аккаунта по 10к ММР. Он, наверное, имеет право говорить с какой-то долей ЧСВ. Изич, мне кажется, здесь преувеличивает. Забавно наблюдать такой комментарий от человека, который сам горит в пабликах, высокомерно общается с тиммейтами, но зато, когда попадается с Рамзесом, кардинально меняется и боится сказать что-то в его сторону. Вот это все выставляется как лицемерие, да? Ну, по сути, по сути, ни один умный человек не будет на того же Рамзеса что-то гнать. Потому что, ну, вы все знаете, как, типа, формируется Pro-команда. Если кто-то вдруг не знает, то очень часто там знакомства решают. Рамзес дружит с Виртуз Про, а Виртуз Про еще со всеми дружат. И потом, когда тебя будут в какую-то команду звать, у кого-нибудь спросят, там, из ВП, они скажут, да он токсик, типа, все, до свидания. Вы понимаете, что это означает? Это крест на карьере. Естественно, ты не будешь на Рамзеса ничего говорить. Другое дело на травомана, типа, возмущаться, который, ну, к про сцене не имеет отношения, да? Проще гораздо высказываться, там, на меня, на травомана, на Изи-25, на тех, кто, типа, сдача особо не даст. Ну, как травоман, да? Ну, что может травоман? Ну, в ответ видосик записать. Он начал критиковать и обсуждать про игроков в плане их скилла. Причем, по факту, этот игрок ничего никогда не выигрывал, в отличие от тех, кого он критикует. Ой, спорно, спорно. Ну, хорошо, давайте возьмем канал самого Изи-25. Он что-то выигрывал? А теперь, посмотрите, он делает гайды, разбирает игры про игроков. Короче, что он только не делает в плане доты. Так, блин, у Дахака, во-первых, я говорю, 2 АК по 10 кммр, у Изи у самого там 6 кммр. И Дахак реально почти на инд прошел. То есть у него опыт на профсцене хороший. А какой опыт на профсцене у самого Изи-25, да? Изи как бы критикует Дахака, хотя сам делает по сути такой же контент. Хотя сам выпускает достаточно спорные гайды, по которым вскоре играют лоу-ммэр игроки. Спорные гайды, по которым играют... Изи просто как будто свой канал описывает. Как будто он разговаривает не с людьми, а с животными, которые не понимают нормальную речь. Ну это тоже субъективно. Там общается, будто они животные. Ну типа, я не знаю, у нас что, эксперты-лингвисты. Хотя он сам же выезжает на чужом имени Тарвамана, который имеет куда большую медийку, чем он. Это на основании чего он имеет большую медийку? У них у обоих хорошая медийка. И то, и то имя все знают. Я же говорю, это как я вначале сказал. Они просто друг на друге... Взаимный черный пиар. Он высказывает свое мнение как абсолютную и неоспоримую истину. Подавай себя... Да с чего? Своё мнение как абсолютную и неоспоримую истину. Это разве Дахак такое говорил? Страшно представить, что произошло, если бы гипотетически Дахак оказался на месте игроков Virtus.pro в пике их формы. Как бы он вел себя, высказывался и как бы все это повлияло на комьюнити? Понятия не имею. И как бы это повлияло? Почему? Он опять говорит, страшно представить. Хорошо, возьмите Рамзеса. Он что, не был токсиком? Вы не помните, кто такой Рамзес? Ну я помню. И что он в пабликах писал? Сейчас это вообще цветочки. Типа то, что он там фишман, вот это стань мид. Какой фишман? Когда ему 17 лет было, там такие были. Ну, короче. И вот он в Virtus.pro играл всё это время. Чуть ли не икона русской доты. Ну, короче, это супер субъективно. Он так и сказал в начале. Что типа у него будет нейтральная позиция. Ну, просто у него все факты практически смещены не в пользу Дахака, как бы. Цель данного ролика показать, что на многие ситуации можно смотреть под разным углом. Ого, вы поняли? А под вторым углом? Когда будет про второй угол? Потому что тут пока только с одного, как бы, это. Кто-то критикует Травомана, кто-то Дахака. Но ты лично Дахака. Но эти споры ничего не поменяют. Многие проигроки и известные личности это те ещё лицемеры. В этом нет ничего плохого, потому что лицемерие это кратчайший путь к хайпу. Но гореть в паблике из-за одного героя и при этом хоронить всю семью этого игрока... Ну, вот про семью я уже сказал. Я вот это максимально осуждаю. Это неправильно. Я надеюсь, что в скором времени комьюнити доты изменится. Вывод более-менее правильный он сделал. Вот последние, как бы, 30 секунд. Но до этого было, как бы, очень однополярно. Хотя, если по факту посмотреть, я же говорил вам уже. У Дахака есть два аккаунта по 10 кмр. А у Травомана нет. У Травомана гораздо ниже рейтинга. Это не значит, что его мнение единственно правильное. Но это значит, что он, вероятнее, будет всё-таки прав во многих ситуациях, связанных с игрой. Тут подаётся, понимаете, так со стороны Изи, что, типа, Дахак это вообще никто. Да он вообще, типа, какой-то левый чел. Ничего не добился. Там нет результатов на прост-цене. А, типа, топ-30 рейтинга, да, это вообще ничего не значит. Как я считаю, нужно учитывать и заслуги Дахака, как бы. Но и при этом то, что у Травомана тоже было право так себя вести. То есть пикать Т-часа, играть на Т-часе. Не забудь написать в комментах, что думаешь по этому поводу, по поводу ролика Изи-25. Ну и вот топ-комменты из прошлого ролика. Ну а в следующей части будет что-то типа Суда Морфа, где я уже разберу угрозы в сторону Травомана. И вообще, что с этим можно делать. И причастен ли тут Дахак. Сори, как бы, стрим просто на 3 часа вышел. И я решил не сливать всё в один, там, 40-минутный ролик.